Сегодня какое число у нас? Там написано. 23 сентября 2015 года. Мы в лагере Стане, на кухне. Это батюшка нам подкинул орехов. Пришлось в щурке сделать ямочку. Вырезал ямочку, молотком поколотил. И теперь что? Орехи уже кончаются. Я ставлю так, чтобы посередке, где есть, осталось раз, все. Оба расколочены. А теперь ножичком делать нечего. Вон чашку какую наколотил. А рядом серый пришел, мокрый весь. Дождь, морозь. Мы пришли, пообедали и видим, вроде бы лучше. А там элеватор у нас километров за 16. За 20 может быть. Его хорошо видно. Но как только морозь идет, он скрывается. Морозь скрывается, значит видно в тумане, как дождь идет. Мы смотались. Пообедали. Проходит какое-то время. Я залез к верху там, посмотрел везде. Дождя вроде не предвидится. Пошли. А раскисла наша плотина. Да мы залезли-то в нее. Ну кинул лопат 10. И глянул, элеватор скрылся в тумане. Братья, бегом домой. И опять вот сейчас прибежали. Все, Никита, у тебя там... Вот смотри, он что делает. Угнетаемый. Вот этот пакетик, братья, батюшка дал его. Отдать его ему. Попробуйте. Никита, отдашь? Батюшке? Батюшке, да. Ты его знаешь? Ну вот этот пенек не трогать. Ой! Это подсобное для орехов. Может быть лет через пять еще нам дадут. На орехи. Батюшка дал на орехи. На улице такая морозь. А вот выйди сюда нам минутку. Чтобы люди-то некоторые не понимают, что такое морозь. Так, подожди-ка я уберу. Я расстелил палатку, поставил. Поставь где-то рядышком. Вот. Сейчас стряхну. Минутку. Вот. Ну и все. Остальное это и подъедешь. Это твоя обязанность. Наша обязанность в другом. Дрова приготовил. Кто-то. Так. Вот пойдем-ка глянем. Это некоторые даже не знают, что такое морозь. Вот. Вот смотри. А от нас находится за два километра железнодорожное полотно. Ну и ясно видно. Да видите, какое оно бледное. Это значит мелкий-мелкий, как мелкая ситечка дождик идет. Вот. Ну. А вон. Ага. Что в пастух. Вот сюда потихоньку зайди. Вон пастух где. Дождь, не дождь. Надо пасти. И я закрою так, чтобы. Вон. Видишь где. Я на всякий случай взял свисток. Вам, чтобы бежали домой скорее. Пошел домой. Дождь идет. Бегом. Бросай инструмент. Ничего. Никто не возьмет. Кто в дождь пойдет. Ноги только обтирай. Тело дом. Все. Вот как живем и весело. Не то, что там в монастыре в каком-то. Алексеевском. Вон они братья. Ага. Вон видно. Цветное. Это двое ходит. Нет. Это корова вторая. Ну да. Двое. Видно? Нет. Там зонтик что ли розовый у него. Ну да. Нет. Ну да. Это может быть. Да. Зонтик. Все. Уходим. А то ты застынешь со своим щелем-то. Пошли скорее. Заходи. Бери где себя браток. Посмотрели что такое мороз. Скорее показывай. Тазик ты здесь. Забирай этот. Во. Никита хозяйничает в полный рост. Смотри он уже какие его специальности постигает. Мариновать, шинковать. Сегодня он дал насыпь. Там плотину. Отдельно маленькую возводил плотинку. Не хватило нам метр шириной хоть так бы. Ну. Может быть. Пол метра высотой. И он ее долбил и долбил. Сергей долбит там. Ну посмотрел. Сравнивать даже не приходится. Сергей вяло так. Больной. Еще спрашивают. А для него это ладно. А Никита по настоящему уже на живот не бьет. Со всей силы. И у него получается. По краю прошелся. И отдельно начал. Гляжу. Он там кам. Который камлыги глины. Таскает на животе. Сставляет. В эту насыпь. Сверху лопатой насыпает. Работник настоящий получается. Так где вы жалельщики то? 26 лет парню. Не знает с какой стороны лопату брать. Он показал себя здесь. Не пилить. Ничего. Сейчас все специальности постигает. Не жалеть надо. А вас. Которые рядом. Вразумлять. Я говорил. Когда был. За рубежом. Испытывать человека. Как узнать. Кто он. Потеряевку. На три месяца. Три. И он весь раскроется. Вот сейчас. Только чуть-чуть. Маленько. Дождик перестал. Я в окно глянул. С крыши не капает. Посмотрел. Не видно мороси. Бегом сюда. Братья. Быстренько. Пять минут на сбор. И побежали. Опять работать. Нужно срочно спуски делать. На трех прудах. Глянул. Элеватора не видно. Братья. Пошел. Домой. Скорее. Все. Кота напугали. А. Кота напугали. Ну иди сюда. Опа. О. Пришел котя. Вот он какой. Вот он мой котя серый. Ага. Да мокрый пришел. Да везде он ловит мышек. А. Ну-ка. Гляди какой. Вот он. Прикидыш. Подкидыш. Вот так мы живем сегодня. Среда. Слава Богу. Дай-ка себя покажу. На кого ты похож. Труженик мой. Вот посмотри. Сергей Павлович. Повернись к этим бокам. Тут у нас не очень-то. Вон как. Перевязки делает. А. Работает. Насколько может. Никто его не принуждает. Из головы выкиньте. Это что принуждение. Скажи. Ты добровольно приехал? Да. А. Работаешь добровольно? Добровольно. Ну все. Значит. Мы не подсудное. Держи. Стали без себя обеспечить. Посудное. Ой. Так. Я сейчас ножом буду вот эти вот. Которые расколотил. Выколол. Теперь мне нужно две чашки. И тут будут орехи на ужин. Так. Вот так мы и работаем. Сейчас я возьму ножик. Дальнем. Все. Ножей-то хватает. Всякие ножи разные. Так. Я тебя подвину маленько сюда. Вот так вот. А я сюда. Володя, дай-ка мне еще одну чашку. Давай-ка тебе помидорные дела твои. Вот сюда сдвинем маленько. А здесь ореховые дела пойдут. Это батюшка, наверное, привезет. С Ростова. От Ивана. От его брата Павла. От батюшка-то. Павел Николаевич. Я сейчас сидел, думал. Зинаида, его жена. Вот говорят, канонизировать надо там кого-то где-то. Ростов надо. Шахты. Город. Ну, я не знаю как, но если слово кротость, смеление, жажда помочь существует в настоящую величину, то вот я там ее увидал. Какая она добродетельная. Мы на миссии там были. Приезжаем. Я ничего не даю ей. Она тайно все-таки как-то выкрадет одежду, постирает и все готово. Что сами едят? Где? Так орехи. Там дед, наверное, лет под 90 ему, 90 может быть. Николай Павлович. А, этот Павел Николаевич. И он, дед этот, сидит орехи, вот это вот выбирает. А кто-то вот так вот наколотил им. Видите как. Не знаю. Вот меня спрашивают, самое удивительное в моей жизни, что было. Я отвечаю стандартным. Я узнал, как много убого добрых людей. Какой-то город шахты. Там, под ними пустоты там живут, где они. Ну, шахты. Само по себе название говорит. И сколько мы там встретили доброты. С Павлом было, как он пила. Они там, как маленький лесопильный завод себе построили. Лесопилка работает. Ну, и думал остановилась, видимо. Она еще шла. И она вот щиркнула. И сухожилия все перерезала. Прошло сколько времени. Вроде бы операцию какую-то делать будут. Пришел. Он одной рукой все делает опять. Минуты не сидят. Там у него сын Миша. Все. Все в работе. Все. Дочка там вышла. Это Иванова. За племянника Осипова. Профессор Осипов племянник. Я посмотрел, хотел говорить о Боге. Нет. Он занят своими делами. Для нас это радость во Христе. Я не осуждаю. Просто я говорю, что хочется о Христе поговорить. А тут не получается разговора. Никак. Вот так. Смотри, Никита, как вырезает. Это орехи. Он оттуда привез. У них орехи прямо во дворе валяются. Ореховые деревья. Вот. Когда вот продают такие. Я думаю, какая-то машина, наверное, есть. Как они их шалушат-то? Ну, не так же, как я. Вот тут каждый выковыриваешь. Сначала расколотил, сейчас молотком. Меня все интересует положение церкви сегодняшней. Очень и очень тревожное. Священники дело свое не знают. Абсолютное большинство. Вот. Айян Златоуст говорит. Если одна душа погибнет по твоей небрежности, о священник, тебе не хватит всей жизни рассчитаться за нее, ибо за нее умер Христос. А их миллионы гибнет. И они лютуют, священники. Совершенно Бога не знают. Вот на нас нападает тот один. И он ничем не остановит. Ничего нет. Бешенство какое-то. Сергей Дудин. Зачем ему это надо? Он же не понимает даже, что незаконно рукоположен до 30 лет. Он ничего этого не знает. Ну иди там напоминай. Нападай. Не на Игнатья нападает. И я молчу. А на Степаненко. Максима. Пожалуй, Максим-то тебе ответит что-то? Нет, там он высчитывает, вымеряет и совращает людей, чтобы тут не было никого. Ну, то есть злодейство. Я бы лазил по чужим дворам и говорил, хозяин ваш плохой. Эти люди пришли через мои занятия, все, которые есть рядом. Через университеты, воинские части. Там обращались. Через милицию. Я день и ночь проповедовал. А они встречаются с ними, а вы не ходите к нему. Я вот еду в трамвай, в автобусе. Ну и начал говорить о Боге. А одна женщина сидит сзади. Не старая совсем говорит. А я вас знаю. Вы Лапкин. Что-то маленько не так назвало имя. Иннокентий, что ли. Я ходила к вам на занятия. А сейчас, а сейчас. Вы же сказали, что ходить в церковь, в храме. Ну. Ну, я на исповеди батюшке сказал, что хожу на занятия. А кто ведет занятия? Мне сказала Лапкин. Я говорю, совсем не верующая была. Теперь я верующая. Я их туда в храм посылаю. А попы их там душат, как котят. Душат, душат. Ну и все. Я больше не хожу. Он сказал, не ходи. А я говорю, сейчас куда ходишь? А сейчас никуда не хожу. В другом конце города мы в воскресенье свидетельствовали. Ну, выше из подъезда. Я бежу далеко. Бабушка стоит с внуком. Я к ней, думаю, я ей тоже Евангелие подарю и скажу. А она меня увидела, улыбается. А я к вам на занятия ходила. Это Алтайский государственный университет. Технический университет. Я в пяти университетах вел занятия. Точно та же самая история. Я их посылаю к священникам в храм. А отец сразу же немедленно против меня травит их. Вещи вообще неслыханные. Кажется, один бы раз я бы должен всех настроить так, чтобы к храму ноги не ложили. Это волчарня. Нет, я по-прежнему их направляю к храму московской патриархии. А он поплютует. Почему? Он не избран. У него на роду написано творить злодейство и закончить жизнь поганой. В аду. На мытарствах лжи. И вот обо мне говорят, что ни одного истинного слова. Ни одного. Вызовите на суд. И скрипят, и скрипят, и пакостят. Вот она нихуя. Теперь, вон, хотели переехать тут по Теряевку. Ну, они им тут наговаривают. Все закулисно. И они, ну, не поедем. А куда теперь они? А никуда. А теперь папы будут отвечать, а он даже не нуждается. Вот Никиту зовет он. Что, он его домой примет? Он у меня дома. Я лежу на койке, он рядом. У меня на три этажа все разбито. Я тебя домой принял? Ты у меня жил, пил, ел? Тебя не высчитывали? Нет. Ну вот. Ты спроси этого Дудина. Он тебя примет в свой дом? Устроит тебя на работу? Ты приехал ко мне голодный, ложился хоть раз? Ни разу. Нет. Мало того, стараюсь где-то выгодить, найти. У меня-то минимальная пенсия. Как-то что-то ребятам, чтобы было что-то купить. Каким-то образом достать. Ну, каким образом, скажем. Каким образом? Ну, кто-то помогает. В детском лагере продукты помогают. И остается, что они питаются. Все как надо. Вот такие наши дела. С малого начала, а говорю о том, о чем думаю. Ну, смотри, пока стояли, смотри, я уже сколько наковырял. И как легко выковыриваться. А Володя взял в руку и показал вот так орех. Я говорю, как? Я к вам ко всем обратился. Да, это можно выбросить. Володя взял в руки и давить. Я говорю, так когда он в поезде один сидит, и тогда можно давить. Здесь нет. Вот их наколотил я в течение нескольких минут. Немножко. А сам делаю и размышляю. А возможно ли примирение с ними? Невозможно. Это другая природа. Природа ненебесного происхождения. Вот они тешатся властью. Вот она меня. Ой, Игнатий, так тешится там властью. Кем? Над кем? Над Никитой? Смешно. Мне 76 лет. Меня отучили властвовать. В 20 лет у меня было 250 человек. Я прораб был. Шесть объектов. Я знаю, что такое власть. Это опасно. Это ответственно. А вот ты в попы залез, тогда 30 лет. Вот тут тебе властвовать охота было. Батюшка, отец, отец. Какой ты отец духовно никого не родил? А одни коллеги до мертвеца абортированные. Вот себя то просто и будет. А с меня не бойся. С меня я печник. Как печь топится. Вот она печь. Я ее делал. А трубу нельзя награть. Увы, под землей идет труба. На улицу. Вот как. Я отвечаю за это. И сторожем был. Сколько я этих воров переловил. Господь милостивый. Ладно, Сергей Павлович, начинай работать. Я потом...